Ребята, всем привет! Все те, кто подписан на телеграм-канал, знают, что у меня наконец-то сбылась мечта. И вот этот черный BMW X5 в кузове G05 с M-пакетиком действительно мой. Ребята, я хочу в этом видеоролике рассказать, что я купил. Это машина с пробегом. Почему я ее купил? Ведь я совершил покупку спонтанно. И буквально еще месяц назад говорил, что я не собираюсь покупать автомобиль. Познакомить с машиной, рассказать, откуда она, по какой цене она мне обошлась. Почему здесь не стоит китаец Ziker, Tank, Voya и многое-многое другое. В общем, обо всем этом по порядку. Но прежде чем я начну, в первую очередь я хочу сказать всем вам огромное спасибо. Тем, кто поздравил, кто порадовался действительно. Я не ожидал, но реакция была огромная. Действительно много людей писало с эмоциями, что поздравляют. Я искренне рад вашим поздравлениям. Ну и, конечно, за то, что смотрите. Ведь на этот автомобиль я заработал отчасти благодаря YouTube размещению рекламы. Я делаю выпуски, я собираю контент, стараюсь делать что-то полезное. Размещаю рекламу, зарабатываю. Есть другие источники дохода, вы о них прекрасно знаете. В общем, это честная покупка, за которую мне не стыдно. И прямо сейчас я хочу с вами ей поделиться. У меня заготовлена шпаргалочка, тайм-коды в описании. Давайте договоримся так. Если где-то что-то непонятно, будут какие-то вопросы, вы пишите в комментарии. Потому что про этот автомобиль я сниму несколько серий. Вторая, в частности, будет с ответом на ваш вопрос. Потому что я уверен, где-то я что-то не скажу, где-то кто-то что-то не поймет. В общем, договорились. Давайте начнем с первого. Как вообще я решился на покупку, как я к этому пришел. Ведь еще совсем недавно я говорил о том, что я покупать машину не собираюсь. В силу того, что цены высокие и все, что с этим связано. Я думаю, что попаду сейчас в десяточку, сказав, что многие из вас периодически сталкиваются с такой проблемой, как сидишь на досках объявлений, скроллишь без конца в телефоне. Либо за компьютером, смотришь машины, понимаешь, что либо пробеги большие, либо цены высокие. И потом встаешь такой за компьютер и говоришь, да ну и он нахрен. Покупать ничего не буду. И своя еще побегает. И вот этим я занимался последние несколько лет. Я смотрел абсолютно разные автомобили. Выбирал из всего, что есть на рынке. Официальном, неофициальном, с точки зрения привезенных. Смотрел Джили Манджаро. Смотрел Танк 500. Это если мы говорим про китайцев. Смотрел Зикры. Смотрел Лейсаны. В общем, все, что есть, включая Чинганы. Изучал абсолютно все. И смотрел точно так же европейский рынок, японский рынок. Все машины. Я прям по каждой прошелся. Ауди Ку-7, Ауди Ку-5, BMW X3. Все перечислил. Абсолютно. Но в итоге я остановился только на двух версиях. Это X5. Вот именно в кузове G05. Это прям была самая-самая-самая желанная машина, которую я прям хотел. Ну и еще я рассматривал BMW 5-й серии в кузове G30. Никакой другой автомобиль меня более так не тянул, как вот эта тачка. Понимаете, я занимаюсь машинами и вижу, как некоторые люди, покупая, например, тот же самый Джили Манджаро, они горят. Они купили машину, для них это новая машина. У них эмоции, они да, ес, мы рады машины. Они довольны, у них есть свои аргументы, почему они ее купили. Не забываем, народ голосует рублем. Но я, когда смотрел на эти машины, мы их тестируем, люди приезжают, вроде бы все классно, вроде бы интересно, есть свои минусы, но желания такого, чтобы я ее прям захотел пойти купить, не было. А вот с этой машиной такое желание было всегда. Как только я заходил на доски объявлений, вот все, что я видел, меня к ним тянуло. Но была одна большая проблема. Невозможно было найти вариант, к примеру, из наличия, честный, с реальным пробегом, подтвержденный без ДТП. Все, что ты начинаешь смотреть, изучать, особенно, когда это машины для нашего рынка, которые можно пробить по базам данным, ты видишь то, что в объявлении история одна, а на деле совсем другая. Либо автомобиль соответствует всем своим заявленным характеристикам и описаниям, но ценник за него просто необоснованный. В силу того, что моторы 249 сил, если мы говорим про дизель, да налоговые, там некоторые люди, эти машины пытаются продавать по 9-10 миллионов рублей. Что у них в голове, я не знаю, потому что за 11,5 можно купить уже абсолютно новый автомобиль. А здесь ты отдаешь такие деньги, ну получаешь, как человек пишет, для нашей страны, для нашего рынка вот такая машина. А все, что по цене пониже, цены начинаются примерно с отметки в 5 миллионов рублей и выше, это все хрень полная. Это абсолютно реалий. Найти машину честную, с хорошей историей, с реальным пробегом, это все вот эта история. Абсолютно. Реальная цена вот этих машин, для всех тех, кто заинтересуется, это, ну скажем так, 7 миллионов и пошел выше. Вот 7-9 миллионов в зависимости от года, от пробега, вот эта вилка за честную машину. И, соответственно, понимая эти цены, я был длительное время психологически, морально не готов отдавать деньги за автомобиль с пробегом до такие большие. Но потом, год за годом, день за днем, я понимаю, что вот все, что в мире сейчас творится, общаешься с людьми, те же самые теракты, когда люди пошли на концерт, расстреляли, когда человек уехал, я читал новости в Египет, уехал от мобилизации, остался там на полтора года, его в море сжирает акула. Вы вдумайтесь. Когда люди просто просыпаются утром, это в моем кругу. Есть люди, у кого просто один, в кавычках, прекрасный день, остановилось сердце. Я ни в коем случае не хочу нагнетать, но я просто понял одно, что когда же приходишь в церковь, тебе батюшка говорит, жить надо здесь и сейчас. Никто не знает, что будет завтра, жизнь у нас одна, у нас нет второй жизни. Я думаю, блин, ну сколько я еще буду терпеть, когда у меня есть одно желание, купить себе автомобиль. Я хотел этот автомобиль, это для меня желанная покупка. И вот так вот просто по щелчку пальца в один день, я думаю, надо брать, особенно когда я натыкаюсь на него. Купил я его у знакомых, сейчас я вам про это тоже детально расскажу. Таким образом, вот на основании всего вышеперечисленного было принято решение, что все, хорош, надо вопрос закрывать, ехать покупать. Краткая предыстория. До этого у меня была пятерка, машина была в идеальном состоянии, я реально за ней следил, все с ней делал. Была недавно сделана там химчистка, полировка по кузову, по салону. Закуплен весь комплект для ТО, включая передние, задние тормоза, ну колодки. В общем, все, что нужно было сделать, уже в багажнике все лежало, я не собирался продавать машину. Но тем не менее, я ее продал тоже за один день. Два с половиной миллиона рублей машина ушла, все, что с ней было, я точно так же отдал. Летний шин и Мишлен, ну и так далее, так далее. С владельцем пожали руки, он уже ее переоформлен, все, машина в руках. Это к слову о том, что, да кто эти машины купит, на эту BMW была очередь, реально была очередь, потому что люди знают, как я отношусь к машинам, они знают, что у нее реально прозрачная история. Человек приехал, все, мы по рукам ударили, в течение часа сделка состоялась. Я с деньгами, он с машиной все довольны. А вот представьте, что путь на работу может занимать не час, а 15 минут пешком, 10 минут на автобусе или 5 минут на автомобиле. Вы выспались, собрались, позавтракали и быстро добрались до работы. У вас остается больше свободного времени на себя и семью. Звучит неплохо, правда? А ведь это возможно, если работа находится недалеко от дома. А вот найти работу поближе к дому вам поможет Хэхэру. Это крупный сервис по поиску работы по всей России. Здесь большой выбор предложения о работе по всей стране, включая небольшие города. А вот искать работу поблизости в мобильном приложении Хэхэру очень удобно и просто. Предложения о работе очень удобно посмотреть на карте и увидеть те, которые находятся рядом с вами. Ваша геолокация определится автоматически и отображается синей меткой, а вокруг покажут актуальные предложения. Я же вам советую не терять время, а скорее устанавливать приложение. Переходите по ссылочке в описании и ищите работу ближе к дому на Хэхэру. На досках объявлениях я, что называется, был завсегдатый, знал практически все машины. Тем более сейчас существуют все эти подписки, когда что-то новое появляется в продаже, ты всегда знаешь. Вылетает автомобиль, я рассматривал два цвета, либо белый, либо черный. Ну и крайний вариант был серый. Но больше я, конечно, так в душе склонялся к черному, хотя белый цвет меня сильно подкупал в силу того, что он менее маркий. Вот, например, сейчас я автомобиль помыл, вот эти подтеки, их сразу заметно. На белом автомобиле он практичнее. Но белая машина уже была и хотелось что-то новое. А здесь черная тачка в М-пакете. Она, конечно, смотрится совсем по-другому. Как говорится, вид имеет. И тут вылетает объявление. Я вижу, так что это такое? Ну, давайте вас знакомлю. Это автомобиль 21-й год, 21-й модельный год. У нее пробег 40 тысяч километров. Белый салон. Я начинаю смотреть фотографии и понимаю, что, как обычно по фотографиям, ну, машина в идеале. Хотя, зачастую бывает такое, что по фотографиям ты смотришь и видишь то, что машина вся затертая по салону. Но есть характерный момент. Я не вот этот стеб про руль. Заднее сидение, задние спинки сидений. Когда есть дети, ногами они задевают. И зачастую так, что у людей машина, ну, просто убитая. Багажник весь затертый. То есть видно, что автомобилем пользовались и пользовались, так сказать, всей семьей активно. Здесь же по фотографии я понимаю, что, ну, что-то как-то слишком все круто. Тут же я звоню человеку, говорю, где стоит машина. Он меня приглашает. Я приезжаю ее смотреть. Первым делом осмотр мой начинается с документов. Проверяем все документы. Абсолютно прозрачная история. В общем, длинную историю сделать короткой. Если какие-то детали нужно будет подсветить, выпишите. Я в дальнейшем расскажу. Проверяю все документы. Все ясно, понятно. Далее. Машина стояла в АТЦ Москва. И для меня это был первый сигнал, что, ну, все. По-любому какое-то нагибало. Объясню, почему. АТЦ Москва длительное время имел очень-очень дурную славу. Потому что там был собран весь этот сброд мошенников, которые дурят людей. Тем не менее, я приезжаю. Человек, владелец точки, владелец автомобиля, который непосредственно, скажем так, директор. Я ему звоню, он говорит, а я тебя знаю. Я говорю, во, это уже интересно. Он говорит, я помню, ты снимал про машину, сейчас ты снимаешь уже про что-то другое. Говорю, да. Он приехал, мы с ним познакомились, нашли общий язык. Я ему объясняю, что, слушай, машину будем смотреть, проверять. Ты же не хочешь, чтобы про тебя вдруг так сложилось. То есть мы сняли какой-то неприятный фильм. Говорит, подъемник есть, крутите и вертите. Любой каприз за ваши деньги только приветствуется, проверяйте машину. То есть документы ок, человек стоит ок, машину проверяйте. Этот прибор, Корсис, кратенько сейчас рассказываю. Я вам его неоднократно рекламировал, говорил, покупайте, покупайте. Он, естественно, у меня с собой. Я приезжаю и в моменте полностью первым делом также проверяю сам кузов. Кузов здесь в идеале. Здесь единственный момент, что в силу того, что машина для США, у нее лакокрасочное покрытие гуляет в диапазоне 80-120 микрон. Для штатов это нормально. Просто для Германии, для России бывало так, что толщина лакокрасочная местами была повыше. Обойдя полностью, я понимаю, что кузов в идеале. Именно поэтому я всем вам рекомендую, кто присматривается к покупке нового автомобиля с пробегом, покупайте. Вот так вот заказать человека, который приедет за тебя, в течение часа будет машину ходить, тыкать, проверять, это стоит 3-5, кто-то даже больше берет 1000 рублей за выезд, за осмотр. А здесь все элементарно, работает из коробки. В том числе можно проверить магнитную шпаклевку. Все есть. Гарантия пожизненная. Корсис, ссылка в описании, не останавливаясь, продолжаем дальше. Осмотрел автомобиль, но в силу того, что это Америка, Нью-Джерси. Ребята, Нью-Джерси. Я, естественно, уже вижу все наперед. Но все, утопленник 100%. Перевертыш, распил, тотал и все, что с этим связано. Я думаю, так, кого мы привлечем к покупке и осмотру автомобиля? Ну, героем чего выпуска я не хотел бы быть на Ютубе. Есть такой Максим Шелков, его канал. Максиму привет. Я обращаюсь напрямую в их контору, не к Максиму, никакие там контакты я его не пытался искать. Я звоню, говорю, ребята, покупаю машину, снимаю видеоролики, хочу, чтобы вы приехали и проверили автомобиль. Мне выделяют в порядке живой очереди специалиста, цена которого 30 тысяч рублей за выезд. Он приезжает и вот от Максима Шелкова, специалист, осматривает полностью кузов автомобиля. Подключается, проверяет все ошибки и что он выявил. Вот давайте из тех косяков, на которые мне показал пальцем специалист от Шелкова. Первый. Вот на стойке, на правой двери есть царапина. Это единственный по факту косяк на кузове. Одна царапина раз. Далее. Он осматривал автомобиль под нищу. Там был какой-то болт, не докручен до конца. Исправили два. И, собственно, на этом все. Как вам такое? Более того, я пошел дальше, я поднял связи, контакты. Говорю, кто специализируется по BMW. Андрей, есть у нас такой человек на канале, мы как-то с ним снимали обзор про его BMW. Он мне выделяет, человек, он дает контакт, Александр. Из серии рекомендация была такая. Топ-3 в Москве от фанатиков BMW, который про машину знает все. И он готов ей заниматься часами. Выезд человека стоил 20 тысяч рублей. Он точно так же проезжает, проезжает, тоже осматривает полностью кузов, все по технике. Он уже детальнее смотрел все по мотору, по коробке. И когда он смотрел, я, так сказать, стоял и говорил, да, да. Потому что он наслаждался машиной, он наслаждался мотором. Он мне показывал все эти цифры. Говорил, идеально, идеально. Тем более он восхищался тем, что какое хорошее топливо в Америке. Показывал мне показатели. В общем, к машине ни у кого нареканий никаких не было. И я им задаю вопрос прямой. Ребята, я могу ее покупать? Ответ был да, да. Каждый из них ответил, что да, я бы взял. Кириллу в качестве бонуса от себя я доплатил 5 тысяч рублей. Это была, так сказать, чьи вы от меня. Саша, в силу того, что он частник, он 20 тысяч забрал. Мы довольны. Менеджер, который помогал вести сделку, который, собственно, выступал как сотрудник салона, продажа. 10 тысяч рублей я его отблагодарил. Почему я делал на этот акцент? Я занимаюсь машинами и вижу, как люди благодарны, когда им оставляют чаевые. Я думаю, блин, ну дошло время. И для меня тоже отблагодарить людей. Что еще восхищало? Это состояние салона. Потому что, когда пришел я, когда приехали ребята, и мы все начали смотреть салон, у всех было ощущение, что пробег, внимание, как будто бы немножко завышен. Состояние салона все оценили в отметку 10 из 10. Вот это глянец. Если вы посмотрите деталь, ну понятно, там через камеру особо не передать, но нет никаких царапок. Если мы посмотрим задний ряд сидений, там вообще как будто бы никто не сидел. Руль, сидения водительские, подлокотники. Вот у меня сложилось впечатление, что, как я себе нарисовал образ этого американца, возможно, его звали Джозеф, но я думаю, что скорее что-то типа Майкл. Он жил в пригороде Нью-Джерси, потому что по компьютеру бортовому средняя скорость у него была 60 км в час. Это говорит о том, что у него большая часть пробега, внимание, была трассовая. Это очень круто. То есть у него свой дом, он проснулся утром, легкая пробежка, выпил свежевыжатый сок, съел яйца, одевает чистую рубашечку, потому что в машине, вот я серьезно говорю, запах кожи еще остался, реально. Запах кожи, она полностью чистая. То есть он не грязный человек, у него не было никаких грязных работ. И у детей, то ли взрослые, то ли детей еще нету, потому что, ну, подчеркиваю, никого не возили, садится в автомобиль, отправляется на работу, паркуется, весь день он там, и потом вечером обратно. И машина, скорее всего, у него стояла в гараже, потому что состояние кузова, вот черный цвет, ну, просто реально космос. Таким образом, машина эксплуатировалась из точки А в точку Б, все, ну, у меня такое сложилось впечатление. Автомобилем он пропользовался два с половиной года, после чего он его продает. Это было в 2023 году что-то типа сентябрь, плюс-минус вот так вот. Ну, я думаю, что так предположил. Возможно, взял рестайлинг, там есть мягкие, там есть гибридные версии пошли. Возможно, взял что-то другое, как я знаю, американцы, ну, по крайней мере, согласно видеоблогам на YouTube, особо там к одной машине не привыкают, они разные. Может, и к седьмой взял, фиг его знает. Но сам смысл то, что вот катался два с половиной года, скинул и забирает себе другой автомобиль. Соответственно, когда я в него сажусь, я думаю, блин, что за фигня, почему все так круто? Как-то, знаешь, как будто вот складывается в мою сторону. Цвет меня устраивает. Цвет салона белый, я хотел белый. Смотрите, я себе этот костюм покупал, когда мы отдыхали, последний раз в отпуске были, Nike, все, пожалуйста, взял, думаю, ну, на весну ходить буду. И так совпало то, что он мне прям подходит под салон, под автомобиль, черные вставки, такой оливковый цвет. Ну, все, я думаю, все складывается прямо в мою пользу. Думаю, надо договариваться по цене. Изначально, когда машина заходила, зачастую продавцы делают как? Когда еще она не дошла, но они знают, что она будет. Они ее пытались продать там за 8 миллионов рублей. Чтобы вы понимали, в целом, BMW X5 вот в этом кузове, это очень популярная и востребованная машина в диапазоне от 5 до 10 миллионов рублей. Вот когда человек хочет купить себе не китайца и готов на вторичку, и хочет машину повыше, вот на эту машину очень многие смотрят. И их на рынке огромное количество. И их привозят в разном состоянии, поэтому найти машину живую, честную, в хорошем состоянии, реально очень сложно. Либо вы ее можете найти, но ценник могут задрать необоснованно вверх. Реально. Отдельная история, это прям можно целый выпуск снимать про это. В дальнейшем, когда машина пришла, ценник на нее поставили 7 миллионов 650 тысяч рублей. И я ехал именно на эту цену, но в итоге чики-пики, чики-брики, мы договорились на 7500 не просто за красивые глаза, а на бартер. То есть в дальнейшем, когда ребята попросят, и у них придут новый автомобиль, потому что они сейчас ждут так же, ну с пробегом тоже бэхи идут, стоят на границе в силу того, что Польша там что-то перекрыла, они ждут автомобили. Когда они придут, получат, я эти автомобили подсвечу, что пришло, по какой цене и так далее. Выложу я это, скорее всего, в телеграм-канал, поэтому подпишитесь, кому в целом интересно, буду рассказывать про них почаще, в рамках договоренности. Вот. 7500 наличкой я забираю деньги, тут же привожу. Да, да, ребята, было у блондины 7500 наличкой, потому что машину-то я на тот момент еще свою не продал. Ну и, собственно, я привожу, плачу за этот автомобиль, и хожу вокруг него, и думаю, вау, вау. В общем, весь комплект документов у меня сейчас на руках. В силу того, что апрель только наступил, ну, буквально там в ближайшие дни мне остается только поставить его на учет. И все. Номера будут получены, далее я машину сейчас буду отдавать, поклеят пленку, защитят, в общем, такие приятные нюансы, которые мне нравятся. Значит, что по особенностям вообще американской версии? Здесь есть свои подводные камни, которые точно так же могут привести к понижению цены. Многие выбирают европейцев. Почему? Ну, первое. Есть у BMW крутое приложение, называется My BMW. Вот если бы это была европейская версия, то через мобильное устройство я бы мог подключиться к машине, у нее стоит камера 360. Ребята, у меня теперь тоже есть 360. Классная вещь. Я бы мог с телефона смотреть все, что происходит вокруг машины. То есть в любое время там включил, посмотрел, кто там возле нее ходит и так далее. В силу того, что версия американская, такая фишка работает только в Америке. И здесь, на нашем континенте, я и воспользоваться не могу. Это первое. Многих эта фишка реально подкупает. Второе. Зеркало левое. Я когда сел за руль, я сначала не понял. Я пытался настроить, укрутил, вертел, да что такое-то. Оказывается, у американцев левое зеркало в два раза приближает по отношению к правому. То есть, вы представляете, ваше зеркало, которое вы видите, а оно в два раза приближает. Ехать невозможно. Ты не понимаешь, на каком расстоянии находится автомобиль. Но я понимаю, что ты в силу особенностей. Там трасса, типа ты едешь посерединке, перестраиваешься только на обгон. Видимо, у них иначе, но не видимо, а у них иначе. Поэтому это нормально. Идем потихонечку назад. Значит, шины, у меня колеса двадцатые. Здесь стоят все сезонные шины, которые и на лето, и на зиму, без шипов, в континенталь. Они с ранфлетом. Ранфлет я не люблю в силу того, что он жесткий, он шумный. Шины в хорошем состоянии, поэтому, если вдруг кто-то, может, из вас живет на юге, ему они интересны, давайте я вам их продам по хорошей цене. Кому надо, пишите, будем договариваться, в континенталь. С завода. Настоящий, блин. Хотя, наверное, не завода, он, скорее всего, покупал, потому что шины реально в состоянии там около нового. Далее. Фонари. Обратите внимание. Вот эти фонари, они идут от рестайлинговой версии. И их поставил я. Почему? Первое. Родные фонари, они моргают поворотники красным светом. В Америке. Так у нас, так нельзя. Соответственно, пройти диагностику, поставить на учет будет невозможно. Плюс ко всему, все, что мне нравится в BMW G05 рестайлинговой версии, это фонари. И так совпало, опять же, все вот эти совпадения. Я думаю, блин, ну я хочу вот эти фонари себе по-любому. Это фонари офигенные. Они с того же самого завода, откуда BMW, делала заказ на своей рестайлинговой версии. Вот здесь даже шильдик идет, BMW. Просто на подделках налево говорят, вот этого шильдика нет, а он светится. Мне их протянули, ну протянули провод, прописали, заказали код, все сделали, то есть все сделали как положено. По крайней мере, легенда такая, гарантию мне на них дали бессрочную. Дальше, что из косяков было допущено уже здесь? То есть видите, я вам всю правду рассказываю всегда, хотя я мог бы этого даже не говорить. Вот она полка багажника, покажи. Нижнего. Когда люди делали здесь предпродажную подготовку, вот эту часть, я ее специально заклеил, они ее оторвали, там идет пружинка, и сломали. Соответственно, она сейчас болтается. Для того, чтобы она не шумела мне, когда я еду вперед, назад торможу, останавливаюсь, я ее подклеил, потому что сегодня, вот сегодня на момент съемки, вторник, 2 апреля, во второй половине дня мне должна уже приехать эта полка в сборе, я поеду заменю, ну это, понимаете, я как бы хочу, чтобы вы знали, что я заменю, все будет хорошо. Все. Больше такого, знаете, рассказать что-то из минусов по машине на данный момент невозможно. Купил себе ковер, вот казалось бы, что можно рассказать про ковер. Коврик купил себе. Это просто ужас какой-то, за 3000 рублей, если я купил такую погоню, это вот, купил себе, так скажем, опыт. Я не знал, что есть, оказывается, оригинальные ковры у нас в продаже, они стоят 15 тысяч рублей, один ковер в BMW 15 тысяч рублей. Вот я себе его уже заказал, а вот эту поганку, я сейчас вон там дальше мусорка есть, я его туда и вынесу. Вонище стоит просто, мама дорогая, он фонит так, я когда скрыл, думаю, ну может быть сейчас денек и выветрится, ни хрена. Поэтому, это мы выбрасываем. Значит, далее, давайте я вам проговорю по технической части, почему я выбрал именно вот эту версию, ведь у меня 40i, это 3 литра бензин на 340 сил. Очень много было вопросов, дизель или бензин, и я уверен, многие из вас сейчас вообще удивятся, когда я скажу, я умышленно купил бензин, я хотел именно бензин, хотя, длительное время, я всегда думал, то, что если BMW, то только дизель. Ну, посмотрите, вот так было сделано в Штатах, машины, я не знаю, даже мыли здесь, подкапотное пространство, скорее всего мыли, но опять же, там в Штатах говорят, там дороги чище, меньше грязи, чем у нас, и так далее, и так далее, но сам смысл, вот ты покупаешь автомобиль с пробегом, но в каком-то состоянии его получаешь. Значит, переходим к мотору, длительное время у нас в стране, вообще, и в Германии, очень многие выпускают и покупают именно дизель, дизель чем хорош, хорошая тяга на низах, низкий расход топлива, вроде как надежный, но когда я читал отзывы, собирал информацию, изучал мотор, я понимаю, что 3 литра бензин, вот именно этот, у BMW, он очень удачный, и все, что нужно для того, чтобы мотор тебе не делал мозг, раз в 5-7 тысяч, ну, стандартная история, менять масло, свечи, собственно, все, масло, свечи, не забывать про это, я этим буду заниматься, значит, 340 сил, если мы говорим про версию Америка, Россия, есть небольшие несостыковки, например, я почитал, там, в Америке заявлено, что это вроде как 335 сил, у нас разгон пишут 5,5 до первой сотни, здесь 5,6 до первой сотни, сам по себе мотор очень надежный, крепкий, потому что на них без конца все накидывают стейдж 1, который будет плюс-минус 400 тысяч, 400 тысяч сил, 400 сил стейдж 1, я обратился в одну компанию, говорят, блоки перешить 40 тысяч, сама прошивка 30 тысяч, будь добр, 70 тысяч, и ты получишь плюс 0,8 секунд на разгоне, ну, 4,8 будет ехать, надо оно мне? На данный момент точно нет, потому что мне вот этой мощности, которая здесь есть, хватает за глаза, мягкий мотор, если мы будем сравнивать дизель, 3 литра и бензин, мне нравятся дизельные моторы BMW, но когда я потестировал и бензин, и дизель, я понял, что это просто сказка какая-то, садясь за руль, запуская мотор, вообще нет никакой вибрации, такое ощущение, как будто он вообще не работает, очень тихо, очень мягко, мой 2-х литровый мотор на BMW, я его всегда чувствовал, он прям действительно работает, так работает, вибрация идет по кузову, его ощущаешь, здесь же я офигел, у BMW, когда запускаешь дизель, ты его слышишь, поехал, там скорость набрал, да, все, вроде как норм, но здесь это просто сказка, и больше всего, что меня пугало, и я думаю, многие из вас скажут, ну 3 литра, 340 сил, это же сколько он жрет, это же налог повышенный, я вам отвечаю, средний расход, заявленный у этого автомобиля, 10,5 на 100 километров, средний такой смешанный, компьютер показывает, при моем стиле, 11,2 литра, 11,2 литра, это Москва, плюс область, при условии того, что я не стою в глухих пробках, я в большинстве еду, конечно, я в них попадаю, но не глухие, когда там по часу, по два стоишь, пока что, я в это особо не верю, но это пишет компьютер, я буду следить, буду наблюдать, буду сделать сам замеры, ну я офигел, люди, кто владеет, говорят, что при более-менее активной езде по городу, 13-15, вот такой у них расход, все, что свыше 15, это когда ты уже топишь, опять же, топить можно по-разному, протопиться можно 10 минут, а можно топить час, можно весь день, можно пойти по трассе, ехать свыше 200 и так далее, и так далее, и так далее, если не врут, то ограничение здесь у американцев стоит на 210 км в час, у нас же это примерно там 240-250 км в час, можно максимально разогнаться, буду я снимать это ограничение? Я думаю, что нет, куда больше 210 км в час гнать, вот 140-150 на 180 на обгон, ты где-то вышел на трассе, ты уже, во-первых, нарушаешь, но этого за глаза, восьмиступенчатый автомат, про него мы даже не говорим, вы все его прекрасно знаете, таким образом, вот эта связка шикарна, для меня лично, коробка, кстати, работает очень мягко, прям никаких ни рывков, ни пинков, ни тычков, я прям действительно кайфую от нее, налог, 52 тысячи рублей у бензина в год, если бы это был бы дизель, то это был бы 265 сил привезенный, 249 сил пошли, они нафиг, я даже бы, ну я просто посмотрел эти объявления, я понял, что там люди хотят за свою машину, очень много, мягко говоря, 265 сил, там налог был бы 27 тысяч, вот и считайте, это разница, там сколько, 20 тысяч у нас выходит разница, таким образом, когда я все это взвесил, я думаю, ну все, бензин, звук приятный и так далее, я прям думаю, по-любому, берем бензин, будем кататься с ним, что можно с ним сделать, меняют выхлопную систему, дорабатывают ее, чтобы она басила, басит реально приятно, делают стейджи 2, тогда машина поедет, вообще там 4,4 примерно так, это уже отдельная история, для меня на данный момент, этой мощности мотора, просто с головой, помните, с чего все начиналось, первые эмоции, как это важно, когда я за нее сажусь, когда все, деньги, в кассе, договор, на руках все подписано, мне говорят, ну все, счастливого пути, я сажусь, выезжаю, и такой думаю, да ну нафиг, да ну нафиг, ну наконец-то, я за рулем этой машины, высокая, ну естественно, после седана, первое, что бросается в глаза, посадка, ты сел, обзорность, большие окна, я все вижу, высоко сижу, покажи, пожалуйста, дорогу, я еду, и такой думаю, ну-ка, а можно газку чуть-чуть, я прям чуть-чуть, притапливаю, а она как, давай набирать, я такой, ничего себе, подчеркиваю, я на этой машине, с момента покупки, буквально несколько раз, педаль в пол нажимал, и то, при условии того, что в режим спорт, я еще даже не переключался, как правило, то есть, знаете, растягиваю удовольствие, конечно же, все вот эти вспомогательные фишки, типа, проекция, подруливание, занимаемая полоса, я еду, чуть начинает машина, уходить в сторону, когда разметка, если она такая, аккуратненько, вправо, я такой думаю, молодец, шумоизоляция, единственное, что подбешивает, это, конечно, вот эти шины с Runflat, все равно они жестковатые и шумноватые, адаптивная подвеска, пользуюсь, выставил комфорт, там, Eco Pro в максимальный комфорт, ощущаю, не знаю, может быть мне кажется, но ощущаю, что прям как будто мягче подвеска идет, в стандарте, и в спорте она так пожестче, но пока опять же в спорте, я толком-то и не ездил, так, может, чуть включал, но не разгонялся, то есть, не давал машине просраться, все плавно работают эти окна, там некоторые перекодируют, чтобы они быстрее окна открывались, мне, как говорится, вальяжность, мое все, не спеша, не хамлю, не наглею, передвигаюсь такой, знаете, когда, типа, везде успел, никуда не спешишь, плавненько, потихонечку еду, но в тот же момент, что приятно, в силу того, что полный привод, теперь у меня есть полная уверенность при разгоне, когда нужно встроиться в поток, я просто раз, и я уже в потоке, вот на секундочку, уже сотка, она действительно прям быстро машина набирает, и вот этот вот разговор, из серии чипануть, еще куда-то, но я понимаю, мощи всегда, наверное, будет не хватать, и хочется быстрее, 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 на данный момент времени, мне, фу, этой мощи с головой, конечно же, поговорим про оптику, и про внешний вид, вот здесь стоит лазерная оптика, и характерная ее особенность, это вот эти синие вставки, как бы они сами по себе, насколько я знаю, никакого функционала в себе, эти вставки не несут, они просто сделаны для красоты, ну реально круто, я так посматривал обзоры, все, хвалят, все балдесят, все тащатся, вечернее время, как габариты горят, действительно, очень красиво, важный момент, если вдруг кто-то из вас будет рассматривать автомобили, там, я не знаю, привезти, продать, купить для себя, M-пакет, мне кажется, что он решает все, действительно, очень сильно люди хайят M-пакеты, я не исключение, без M-пакета, X5 смотрится каким-то таким унылым, слишком простеньким, таким для более взрослого человека, в M-пакете, вот, казалось бы, просто бампер чуть-чуть другой, становится более агрессивный, просто сказка, ну серьезно, я буду ее хвалить, потому что она действительно классная, ну, не знаю, есть люди, которым BMW в целом не нравится, но я от нее просто кайфую, вот это вот сочетание внешнего вида и интерьера, это прямо вот что называется мое, мне такое нравится, далее, круговой обзор, само собой, ноздри закрываются, когда набираешь определенную скорость, там прогревается мотор, открываются, стоят все различные датчики, вот сейчас нужно прошить дополнительно карту, сделать для нашей страны, и тогда будут показывать датчики, в предыдущем выпуске, совсем недавно мы здесь снимали про BMW X3, тогда я кинул фразу, что BMW такая машина, ты покупаешь ее, и это как конструктор, его можно, можно дорабатывать, был комментарий интересный, вот, купить старую машину, и потом в нее вкладывать, можно купить более свежую, можно ничего не вкладывать, здесь все на вкус и цвет, вы понимаете, в этом и есть свобода выбора, вот я покупаю машину, я прекрасно знал, на что я иду, вот даже давайте сразу отвечу на вопрос, она завтра сломается, дорогостоящий ремонт, я к этому, ко всему готов, пройдя с пятеркой пультом, в практически пять лет владения, я понимаю, что это за машина, покупаю я ее не на последние деньги, отлетит завтра какой-нибудь привод, какой-нибудь моторчик, какой-то блок, это все решаемо, запчасти на эти машины есть, и я к этому морально и финансово готов, для меня это дополнительный контент, рассказать то, что ребята, купил тачку, сломалось то, сломалось это, поймите правильно, здесь на любой вкус и цвет, те, кто хотят надежности, кому нужна гарантия, пожалуйста, но сегодня есть китайцы, хотите вы проверен автомобиль, есть Toyota, с пробегами и так далее, вы выбираете под себя сами, поэтому все те, кто захотят написать, вот этот популярный комментарий серии, у себя в телеграме китайцев, выкладываешь, а сам немца купил, ребята, покупайте немцев, такие машины стоят 7, 8, 9, 10, 12, 15 миллионов рублей, никто вам не запрещает, и я буду рад вам помочь совершить честную сделку с новым автомобилем, пожалуйста, мы все вас ждем, но если включать логику, да, и здравый смысл, народ голосует рублем, еще раз, народ голосует рублем, вот это вот я не понимаю, откуда одно и то же берется, лучше взять себе что-то другое китайца, конечно, когда есть деньги, когда у тебя есть желание, и деньги, 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 бабки, бабки, сука, бабки, тогда, конечно, ты берешь себе что-то другое, когда человеку не надо, вот это, на той с того съездить, там что-то посмотреть, быть готовым ко всему, у него желание, купил машину, езжу, а если что, вот гарантии, разбирайтесь, а я пошел, дайте мне подменку, до свидания, ко всему надо с головы подходить, и не писать вот эту всякую ерунду, которую уже сто раз обсудили, но все равно одно и то же пишут, потому что будет равнопротивоположность, что скажут немец, пробегом это нельзя, только нового, на 2-3 года и все, до 100 тысяч кмей, до свидания, это, такие советы я тоже могу раздавать, раз в год машину меняй, и все хорошо будет. Далее, вот опять же, к вопросу о знаках, эта машина, с наборной комплектации, то есть, когда покупаешь BMW изначально, ты ее можешь заказать под себя, и это человек так и сделал, одна из характерных особенностей, что в этой версии, по-хорошему, должны стоять колеса, разноширокие, вот здесь стоят 20 колеса, одного размера, 275 ширина у них, и я этому рад, потому что вот эта история с разноширью, я покатался, мне как-то это не особо зашло, да, визуально это под определенным ракурсом, смотрится круто, эффектно, широкие колеса сзади, но, с точки зрения эксплуатации, хрень эта полная, мне это неохота, и здесь, на тебе, пожалуйста, колеса, под один размер, здорово, соответственно, сейчас буду покупать летние шины, делал опросы, что взять, склоняюсь больше, в первую очередь, к Мишлену, помню его, реально хорошая, мягкая резина, дорогая, но я езжу мало, поэтому, я думаю, купив комплект, он стоит на секундочку, 165 тысяч рублей, мне его года на 3, ну, так сказать, на 3-4 сезона хватит точно, есть много альтернатив, начиная с Китая, Триангл, многие советовали, мол, купил, взял, поставил себе на BMW, долго сопротивлялся, ведь Китай, еще такое название, Триангл, но остался доволен, советовали альтернативу, типа там, Йокохама, предшествован, за 100-120 тысяч рублей, было принято решение, пока горячий, понимаешь, пока горит, возьму сейчас себе Мишлен, а дальше уже разберемся. Не хватает чего, двойных стекол, вот здесь одинарные стекла, тут я даже удивился, почему Майкл из Нью-Джерси не заказал себе двойные стекла, вот это как бы не похоже на него, он собрал реально классную тачку, он много ездит по трассе, но не заказал себе двойные стекла, странно. Круговой обзор, понятно, датчики, системы безопасности, это понятно, сидения повышенной комфортности, это сидения идут с массажем, как пассажира, так и водителя, подогрев, вентиляция, само собой, есть, кристаллик, многим любимый, есть, адаптивная подвеска, есть, не хватает только здесь, это доводчиков дверей, раз, и нету пневмы, ну, и нету вот этой, круиз-контроль, которая разгоняешься, останавливается сама. Опять же, я вам все показываю по приборкам, возможно, каких-то опций еще не хватает, вы можете написать в комментарии, но, все основное, и те, кто продавал BMW, я показывал эту машину, там, бывшим менеджером BMW, все сказали, что комплектация действительно очень богатая, в том числе, панорамная крыша Sky Lounge, вечером все светится, ну, действительно, круто, мне после пятерки, музыка Harman Kardon, другой уровень стал, мне после пятерки, все это, мама дорогая, мама дорогая, конечно, я сажусь в машину, там, с 19-го года, если не ошибаюсь, ну, в 18-м году они появились, там, с 18-го, с 19-го года они начали кататься по нашей стране, для меня это вторичка, но новая машина абсолютно, я от нее просто, вау, вот так вот, значит, место сзади, и давайте сразу, да, скажу, наверняка у вас, такое, знаешь, типа, почему пакета на машине, когда пакеты уберешь, я сейчас катаюсь, где-то кодировки делаю, где-то что-то чуть-чуть там дорабатываю, люди ставят компьютеры, еще что-то, салон чистый, беленький, я, естественно, горяч, горячая, свежая машина, я пока что это все дело прикрываю, как только все процедуры закончатся, так сразу пакеты уберу, после пятерки, конечно, в первую очередь, паркетник и посадка, это отдельная история, садишься, у меня дочка села, такая, папа, это лайнер круизный, это не какая-то шлюпка, это круизный лайнер, папа, раздельный климат-контроль, ребенку постоянно было жарко в машине, жарко мне, жарко мне, все, шторки идут, подлокотник, подстаканники, в общем, ничего особенного, нету вот этой опции, как откидывать спинку назад, потому что, насколько я знаю, она появилась в BMW X7, либо в X5 она есть, когда у тебя третий ряд сидений, что ли, как-то так сделан, то есть, в данном ключе, вот я сажусь, в целом норм, я не знаю, нормально будет в ней ехать, там на 1000 км, на 2000 км, или спина затечет, и меня этот вопрос, в принципе, не коснется, потому что мы на такие большие расстояния не ездим, а я езжу за рулем, у меня тут сиденье повышенной комфортности, жене понравилась машина, ну, ребенку понравилась, дочка села, когда увидела панораму, вот так вот просто места много, светлый салон, она, ого, папа, это, блин, самая лучшая машина, я такой говорю, да, наша, наша, так что, блин, друзья, старт-стоп, кстати, старт-стоп, многие перекодируют, убирают его, я не знаю, я кайфую, здесь не крутится стартер, соответственно, мягкий гибрид, очень все это плавно происходит, останавливаешь, поехало, поехало, ну, здорово, я думаю, да, вы чувствуете, глаза горят, глаза горят, горят глаза, смотрите, глаза, вспоминаю, там, да, 19-й год, 20-й год, когда, вы дебилы все, кто покупаете машины, да еще и в кредиты, вы это, бакланы, бакланы, вы писали некоторые в комментариях, вспоминаете, вы че, и рынок перегрет, вы берете с допами, идиоты, сейчас цены рухнут, сейчас будет обвал, никто покупать не будет, вот бы сейчас это, да, людям, которые сегодня вынуждены покупать машину в кредит, кредит, на секундочку, сегодня, честно, если так вот брать где-то там вторичку, 22% ставка, у меня друг купил зикер со ставкой 16%, очень счастлив в этом, что 16% у него ставка, 16%, а раньше было реально там 6, 7, 8, можно было сделать эту ставку, реально, и цены были ниже, X5 новый был с наценкой, там, 7 миллионов рублей, 8 миллионов, новый, а сейчас новый 12, и ставка у тебя будет 22, как тебе, советчики, никто не знает, что будет завтра, никогда, никто же не мог предугадать, как будут события разворачиваться, что вообще дилеры все уйдут, и уже на опыте, перенимая чужой опыт, взрослых людей, кто ко мне приходит за машинами, я когда вижу, как они рассуждают, они увидели, нужная машина, в нужном цвете, комплектация, по хорошей цене, они сразу говорят, все, бронируем, берем, покупают, вопрос закрыт, поехал, а когда сидишь, думаешь, блин, а может она завтра подешевле станет, может сегодня не надо покупать, завтра возьмем, завтра подешевле будет, это завтра никогда не наступает, и цены только растут, 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 вот на примере мы недавно снимали Хавал Джулиан, человек покупал машину, вот смотри, видишь, пошел такой, да, куда ты поехал, это кайф, там пытался, обойти меня, хотел, подчеркиваю, я так себя обычно не веду, просто сейчас я на эмоциях, погода хорошая, обзорность, так как бы, знаешь, некоторые пытаются, типа я сейчас я обгоню, обгонишь, не обгонишь, игры, все в позитивном формате, я на самом деле очень культурный водитель, даже несмотря на то, что у меня нету номеров, я как бы мог нарушать, я стараюсь, на выделенку вообще не выезжаю, то есть я езжу, как все, стою в потоке, не хамлю, короче, вот, на примере этого же Хавала Джулиана, блин, цены как растут, растут, растут без конца, а это можно сеть же, мне часто звонят, упадут же цены, упадут, конечно, упадут, завтра, 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 завтра. Очень важный вопрос по содержанию, наверняка возникнет вопрос, фига себе, X5 сегодня, да это сколько надо денег за те же самые ТО отдавать, а я вас приятно удивлю, недорого. Значит, смотрите, в этот мотор входит 7 литров масла, 1 литр масла, оригинального, вот я прям уверен в нем, Саша, огромное ему спасибо, что всегда, вот мы сколько, 7 лет с ним работаем, по запчастям я у него закупаю, то есть 1 литр масла стоит 1200 рублей, соответственно, ТО сделать на машину, это заменить масла, ну масло, раз, фильтр масляный, мы меняем фильтр салонный, фильтр воздушный, вот их ставят аналоги, это MAN фирма, многие выбирают их, то есть по той цене, сколько они стоят, можно чаще менять фильтра, на работу мотора, двигателя, воздуха, это никак не влияет, это не какая-то оригинальная часть по подвеске и так далее, запчасти, вот комплектующие, на ТО, 15 тысяч рублей, все это поменять в сервисе у Сереги, Серега, это который ProDrive, я думаю, вы его знаете, YouTube канал, ну, я не знаю, там, ну полторы, может, две тысячи выйдет, это вот надо у него уточнять, ну, в общем, недорого, 17 тысяч рублей, пожалуйста, и сделал ТО, свечи, 6 свечей, тоже что-то в районе 1800 рублей за свечу, но их менять-то раз там в 60 тысяч, ну, ладно, хорошо, раз в 45 тысяч буду менять, ну, напишите опять же ваши советы, то есть такие повседневные вещи по обслуживанию, они, ну, недорогие, недорогие, если что-то сломается, вот здесь, конечно, вопрос открытый, что сломается, и какую запчасть ставить, оригинал, аналог, потому что есть вещи, которые действительно уже аналоги есть хорошие, есть вещи, где только оригинал, ничего больше, а это, как говорится, поживем и увидим, но опять же, у машины пробег 40 тысяч, мы снимали выпуск с прорабом Олегом, у него машина из Европы, но дизель, как он на ней только не ездит, на оффроуды ездит, пятаки на ней крутит, много ездит, купил с пробегом, но это тоже что-то в районе там 50 тысяч км, сейчас у него больше 100, я спрашиваю, что-то ломал, сделалось, кроме того, ничего, лотерея, самое натуральное, потому что можно найти какой-нибудь отзыв в интернете, где человек весь оплевался, все у него постоянно ломается, опять же, смотря на какой сервис приехать, не забывайте, что на сервисах, с удовольствием, вот по ушам проедут, это давай поменяем, то разберем, это сделаем, то есть здесь тоже подход, нужен, я хочу застраховать автомобиль на первый год, сделаю это в компании, одной известной, которая у меня закупает рекламу, размещает посты в Телеграме, совсем скоро они должны сделать публикацию, у меня будет дополнительный, как он называется, промокод, на скидку, я и сделаю, но я уже посчитал, назвали каску, с франшизой 30 тысяч, на один год полная каска, в районе 67 тысяч рублей, 67 тысяч рублей, я застрахую автомобиль полностью, франшиза 30 тысяч, и ремонт у официального дилера, как они говорят, я говорю, где вы этого дилера найдете официально, просто я к этому скептически отношусь, так как официал меня даже больше пугает, сейчас привезешь машину, сделаем, но когда, не знаю, запчастей нет, потому что на стороне, все это есть, и найти это гораздо проще, быстрее и так далее, то есть мне вообще, с точки зрения, если даже вдруг, так на перспективу посмотреть, ну мало ли что, проще сделать все самому, я конечно надеюсь, то, что по камере получится, их хорошо передать, но смотрятся они вот с этого ракурса, покажи, ну просто шикарно, они такие X-образные формы, прям дополняют, опять же, отличие руля, у нас, руля, блин, ключа, здесь на американцах, вот такая кнопочка, если нажать на нее, она будет сигналить, а у нас обычно, под нашей версией, это встреча домой, то есть нажимаешь, она у тебя подсвечивается, машина, вот, но это все программируется, то есть это все можно дело сделать, вот смотрите, не просто так мы еще сюда заехали, покажи, пожалуйста, вот это, думаю, будет вопрос, не рассматривал ли я себе электричку, тот же самый Ziker, Tesla и все, что с этим связано, мне хватило буквально двух роликов на YouTube, для того, чтобы я понял, что к электричке я не готов вообще, первый ролик, это Денис Рэм, есть такой человек, который живет в Германии, это русский, можно сказать, немец, и он там занимается машинами, он снимал выпуск, как они на Tesla, куда-то поехали смотреть машину, за тысячу километров, Академик снимал подобные выпуски, Вилсаком, нечто подобное, вроде бы начал снимать, но я еще так глубоко не посмотрел, так смысл простой, вот этого Tesla зарядил, или любая другая электричка, ты едешь, и потом, ой, надо зарядиться, ты заезжаешь, изначально преподносит, как, ну, быстрая зарядка, это 40-60 минут, что мы будем делать, мы поставили заряжаться, мы идем, пока сходим, руки помоем, туалет, кофе попьем, булочку съедим, ответим на смс, ну, вроде бы 40 минут и прошло, хрень это все полная, потому что сходить в туалет, попить кофе, ответить на смс, это занимает, ну, максимум 15 минут, а дальше ты сидишь и ждешь, пока твоя машина заправится, это первое, второе, по опыту уже, в силу того, что электричество становится все больше и больше, зачастую бывает так, что это мы сейчас приехали, никого нету, это счастье, что никого нету, а представь, ты едешь куда-нибудь там, в Сочи, заезжаешь на заправку, на зарядку, а там перед тобой еще две машины стоят, одна заряжается, ей 40 минут, она ее только поставила, второе место заняла, ему еще тоже час, и ты понимаешь то, что перед тобой полтора-два часа ожидания, и ты еще будешь, это уже вот эти вот, кофе попьем, ты там уже можешь и заночевать, так в кавычках, да, далее, ты можешь приехать, на приложение отображаешь, что зарядка свободная, она работает, втыкаешь, а она не втыкается, она не работает, и вот это вот все, лясем-трясем, нахрен мне не надо, даже по Москве, вот некоторые приходят, там сидят в машинах, заряжают, я вообще этого не хочу, вот, заехал, три минуты, пистолет вставил, брух, у тебя бак заполнился, 800 км запас хода, поскакал, все, звук приятный, я люблю, как машина басит, когда ты ее запускаешь, когда ты протапливаешь, мне это нравится, а электричка, я ездил, повторюсь, с другом на зикере, вот она там разгоняет, что-то 3 секунды до 100, когда он в пол нажимает, понятное дело, что ему, как водителю, легче контролировать ситуацию, он раза 3-4 нажал, меня тупо укачало, реально, ну вот это вот вжимание, оно вроде как аттракцион прикольно, но постоянно ездить пассажиром в такой машине, ну смотри, жену с ребенком 100% так не прокачишь, родители у меня такой стиль езды вообще не любят, да и опять же, куда тут разгоняться, 2-3 секунды, у тебя будет огромнейшее количество штрафов, у тебя небезопасная езда, и все из этого вытекающее, вот здесь разгон 0,60 в районе 2,5 секунды, если не соврать, может быть чуть больше, там 2,7, 0,60, 2,5, там 3 секунды хорошо, да это и так много, это быстро, те же самые Zikra, микроавтобусы, вот они сейчас в такси есть, заявленный говорит, там 550 км должен быть запас хода, зимой в реале 300-350 называют, когда хорошая погода при сбалансированной езде, там будет 400-450, то есть достичь тех цифр, которые пишет производитель, в принципе нереально, а приблизиться к ним нужно очень сильно постараться, и вот эта вот мысль постоянно, да, мне бы была бы, что так, если мне куда-то ехать, нужно доехать, ну как минимум сюда, и даже вот не знаю, быстро это зарядка или медленно, потому что они же есть, которые тебя за 40-60 минут зарядят, быстро, но за деньги, а есть медленные, которые тебя будут заряжать всю ночь, там 12 часов, чтобы тебя полностью зарядить, ну это бред полный, я как бы, ну к этому просто-напросто не готов, я говорю, мне проще вот, бензином заправил и поехал, а в перспективу там начнешь считать, что там ты заплатил деньги, что здесь, ну понятное дело, там оно выгоднее, у тебя парковка бесплатная, у тебя нету налога, ну не знаю, как бы это в следующий раз, пока что лучше вот на бензиновой версии. Конечно же, я должен ответить хейтерам, которые позлорадствуют, я знаю, что вы присутствуете, больше всего, что меня удивляет, я же вижу всю статистику канала, я вижу, что аудитория взрослая, вот эти вот негативные комментарии, когда пытаются человека разозлить, задеть, там не знаю, довести кого-то до слез, некоторых героев нашего выпуска, пишут люди с возрастом 30-50 лет, вдумайтесь, это не какая-то там школота, которая ха-ха, прикол, там нахамить, обидеть, это взрослые люди, 40-50 лет, женщина, Тамара Владимировна, пишет, как какая-то другая, плохая, те же самые были, ты, кто мне написал, ты когда будешь садиться за руль этого автомобиля, вспоминай, что это чья-то бывшая, ха-ха-ха, друг, я тебе отвечу так, да для меня это за счастье, владеть вот этой вот чьей-то бывшей, от какого-то там Майкла из США, из Нью-Джерси, я рад, что он так относился к этому автомобилю, я рад, что у меня была возможность купить этого немца с пробегом, я счастлив этому, поэтому твой комментарий для меня, ну, я вообще на все смотрю с позитивом, и многим из вас могу посоветовать, не забивайте голову, я, так бывает, какой-то рилс вылетит, читаешь комментарии, да люди вот реально, некоторые прям накидываются, не забивайте себе голову, это интернет, весь негатив там остается, я даже больше скажу, я рад, когда люди выплескивают этот негатив в интернете, потому что я понимаю, пришел с работы, ты устал, а тут кто-то что-то купил, тут у кого-то дом строится, квартира, ремонт хороший, тебе это может разозлить, и тебе нужно выплеснуть свою энергию негативную, пусть она лучше остается где-то в комментариях, кто-то тебя поддержит, скажет, да-да-да, и так далее, в жизни, в позитиве, когда встречаешься с людьми, все смотрят, радуются, действительно классная, интересная машина, кому не нравится, пожалуйста, есть альтернативы, любой каприз за ваши деньги, поэтому на хейтерство без проблем, пишите все, что хотите, бывает по существу пишите, но чаще, ну чаще ерунду всякую, в том числе, уверен будут те, кто скажет, зачем купил себе эту машину, надо было бы лучше купить себе квартиру, живешь на вторичке, и все, что с этим связано, значит, ребята, подчеркиваю, ну, я не Димку дурачок, я купил машину, во-первых, за наличку, на те деньги, на которые я рассчитывал, во-вторых, квартиру, конечно, я куплю, конечно, я куплю себе новую квартиру, и это будет, ну, я надеюсь, в ближайшем будущем, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить этот праздничный выпуск, когда я буду стоять, крутить ключиками, все это впереди, я ко всему присматриваюсь, смотрю, цены тоже не низкие, поэтому нужно трудиться, есть стимул, понимаете, ключевое, не похвастаться, куплю, ой, куплю, а стимул, что хочу трудиться, хочу зарабатывать, честным трудом, и в дальнейшем, естественно, переехать, когда глядишь, когда смотришь на цены актуальные, там можно за голову схватиться, но, как показывает практика, когда-то я и на эту машину смотрел, также там с пробегом, тоже думал, да как такое возможно, вот она стоит, ключи, вот они в кармане, так что все будет впереди, и на все смотрим, так сказать, бодрячком, помню, когда учился в университете, у нас там парень один был, и на один экзамен он приходит, полностью неподготовленным, там такую фразу сказал, которую я запомнил навсегда, это было, вот сколько, 15 лет назад, он говорит, я не знаю как, но как-то же я этот вопрос решу, я такой думаю, нифига себе, то есть смысл, да, какой-то, то что человек понимает, что он ни хрена не знает, но он даже не допускает такого варианта, что у него будет там два, ни зачет, ни сдал, что его из-за этого отчислят, он просто изначально уже уверен, что этот вопрос он решит, я взял такой, знаете, такой небольшой девиз по жизни, частенько эту фразу вспоминаю, не знаю как, но этот вопрос мы решим, таким образом ребята, первый выпуск подходит к концу, напоминаю, пишите ваше мнение, советы, ругайте, хвалите, буду все изучать, и на основании этого сделаем вторую серию, повесим номера, сделаю все различные кодировки, открою все те опции, которые хотел, послежу за расходом, соберу больше информации по автомобилю, как вот немец, X5, вторичка с пробегом из США, и уже сделаю более такой развернутый выпуск, добавлю больше информации, на сегодня сказать больше нечего, а если нечего сказать, то лишь напомню, что ссылочки на спонсоров выпуска в описании, подписывайтесь обязательно на телеграм-канала, до новых встреч, всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok